Доброе утро, малыши! Абсолютно на всех. На всех? А что же за вузка-то получается? Ну-ка, покажите, пожалуйста. Это якутский варга. Якутский. Еще, например, вот есть такой маленький интересный вьетнамский. Надо же, совершенно другой звук. Так. А где вы его берете? Вы покупаете где-то? Да, мы с мастерами связываемся и нам присылают с разных уголков планеты и с разных уголков нашей страны. А где вы учились играть? Или сами? А учился самостоятельно. Мне как мама подарила в 20 лет варган. И так я и, собственно, сам его и освоил. А расскажите нам, откуда появился этот инструмент? Никто точно не знает, откуда появился варган. Это очень древний инструмент, ему много тысяч лет. Сейчас на нем играют практически во всех странах мира. И в разных странах он отличается по звучанию, по конструкции, по внешнему виду. А русский варган есть у вас? Да, конечно. У нас тут много русских варганов. Вот, например, вот такой вот интересный. А как он звучит? Говорят, что звук варгана изображает звуки природы. Каждый, конечно, может услышать свое, но, в принципе, есть классические приемы. Например, можно изобразить капельки воды. Правда, правда. Есть прием, с помощью которого изображают топоту копыт. А вот, к примеру, виск поросят или утины кряканье, а? Да. А утины его кряканье вряд ли получится изобразить, а вот кукушку можно. Это кукушка. Да. Ну, при желании, можно и виск поросят, конечно, попробовать. А как называются люди, играющие на таких старинных варганах? Варганщик, наверное, да? А как угодно все называют. Можно и варганщик, можно варганавт, варганист. А сейчас мы предлагаем вам принять участие в необычном конкурсе, ну, в творческом конкурсе. Да. Вам необходимо придумать, как по-новому стали бы называться старые профессии. Вот, например, кочегар, а вот по-новому оператор котельных. Понятно? Понятно. Так, вот, слушайте, дворник, вот как бы по-новому стали называть дворника? Управляющий двора. А, например, официант? Менеджер подноса. Очистильщик обуви. Это вечная профессия, она, мне кажется, так и всегда и будет называться. Николай, вы можете нам что-нибудь еще исполнить на ваших замечательных инструментах? С удовольствием. А за счет чего достигается? Вот такой волшебный звук. Во-первых, за счет мастерства мастера, который делал варган. А во-вторых, за счет мастерства исполнителя, который меняет форму языка, форму, объем горла, дышит через варган. И все это вместе вот рождает такие звуки. Вообще сложно научиться играть на этом инструменте? И каков принцип его действия? Нет, совершенно не сложно. Получится у каждого. Здесь самое главное, сначала правильно его прислонить к зубам, а потом ударить по язычку. Все, первый звук уже готов. А дальше уже, соответственно, от вашей фантазии все зависит. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Да, приходите. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание класс. А вы, ребята, пожалуйста, не приключайтесь, потому что прямо сейчас будет рубрика «Покажи класс». С добрым утром! С добрым утром, малыши! С добрым утром! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!